Карен, это жестоко! Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс, и сегодня мы продолжаем играть в Sims 2 в семью Брок. Ну а если вы не видели предыдущую часть, то обязательно переходите по ссылочке в описании под этим видео, а также вот здесь сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Также перед началом этого ролика хочу поблагодарить топовых пончиков с последнего стрима. Они будут здесь. А также топовых спонсоров моего канала. Бояр второго уровня вы можете увидеть вот здесь, вот на экране. Вы все, ребята, лучшие, великолепные, прекрасные, и я всех вас люблю! Ну что ж, мы остановились с вами в прошлый раз на том, что Бо у нас вырос заморышем, к сожалению, или к счастью, даже не знаю. Также у нас сломался унитаз, беременная мамаша все еще беременная, здесь все без изменений, и ее пригласила то ли Нина, то ли Дина, Нина Гангадзе потусить куда-то в центр. Центр это город. Также у нас до сих пор тусит няня. Ну и у неудачника Дастина на работе все фигово, вместо того, чтобы принести домой прибыль, он понес убытки в 63 доллара из-за какого-то там плавленого сыра. Брать с собой детей я же совсем, что ли? Во мне и так две жизни, я и так ребенка жду, ну. Как можно лечь спать, не выключив музыку? Я думала, он как бы... Нет, до него не дошло, что музыку выключить надо. Потянулся, как будто выспался. А это была лучшая секунда сна в моей жизни. Типа, когда ставишь 10 будильников подряд. О, ну все, нет, нет, мы поедем на дискотеку. Единственный счастливый человек в этой семье, это мать. Все остальные в этой семье страдают. Ничего себе тут дискотека, тут прям огнем, огнищем все пылает. Нет, беременной женщине тут самое место, конечно же. О, она взяла с собой Дону Лотарио. Ой, Нина, это ты зря. Я, знаешь ли, такая обольстительница, что пипец. Просто ты думаешь, что ты приехала с парнем, но нет. Кажется, это сегодня беременная мамаша уйдет вместе с новым мужем в будущем. Помни ошибки прошлых знакомств. Мы больше не будем делать мужчинам комплименты. Обойдутся. Ты выглядишь как бомж. Я не делаю тебе комплимент, я тебя оскорбляю. Нормально, подходит? Мы, в общем-то, в дискотеку даже входить не будем, мы тут на пороге пообщаемся. У помойки, у около телефонной будки, нормально. Нина, не завидуй, я увожу твоего парня. Как уведу самого завидного жениха-то будете локти кусать. Да что его не устраивает? Почему она никому не нравится? Из-за чего? Потому что у нее трое детей будет скоро? Ерунда. По-моему, это не помеха для любви. Разве нет? Детей всегда можно сдать в детдом. Какие проблемы? Господи. Красивая женщина. Эльмира Маккартни. Очень злая ведьма. Не злее, чем эта беременная мамаша. Так, можем еще поиграть во что-то... Блин, она беременна, какой гонять мяч? Как она будет гонять мяч? У нее в животе свой собственный мяч, и зачем еще что-то гонять? О, слушай, парниша, ты... Фу, какие вы все бяки. Ладно, пойду хоть потанцую, что ли. Что делать-то? Не зря же пришла. А, нет, ей бы покушать. Она может в баре заказать что-нибудь покушать. Блин. Печально, это не Sims 3. В Sims 3 хотя бы в баре еще покушать можно заказать. А здесь только выпить, и все. О, Карен Ганди. Карен. Карен, здравствуй, дорогой. Карен. Детям нужен отец. Блин, одни женщины приходят, реально. Что такое? О, они вместе угорают над кем-то. Уже хорошо. О, он ей нравится. Несмотря на то, что он такой модник в каких-то резиновых сапогах. Ну, осень вообще-то на дворе, так что... Он, может, и по погоде как раз-таки одет. Карен, у тебя есть своя шаурмешная? Если нету, то... Как ты можешь называться Кареном? Не понимаю. Ну, слушайте, вроде у них клеится пока общение. На этом этапе, даже на первом, ее уже все посылали. Этот пока ее терпит. Это ли не судьба? Я думаю, что да. А, правда, есть хочет и в туалет. Но кого это волнует? Меня так уж точно не волнует. О, ну все, Каренчик поплыл. Каренчик поплыл. Каренчик, кажется, уже наш. Он не может устоять перед такой великолепной беременной женщиной. Ну, между нами молния, между нами искра. Они друг другу нравятся, ребята. Ну, наконец-то. На 45-й раз ей повезло. Давайте спросим, кем он работает. Это для нас важно. У нас трое детей. Нам бездельники не нужны в семье. Одной ее нам хватит. Кто-то по знаку зодиака, можно спросить. Преподаватель. Божечки, какой милашечка. Он преподаватель, ребята. А у нас детей столько, что как раз нужен хоть один человек, который будет все-таки заниматься их воспитанием. Потому что эта мать, она может только приносить детей. Но отвечать за их воспитание она уже не может. А он преподаватель, и это то, что нам нужно. Мне кажется, он должен справиться. Блин, ну Карен, ты просто лучик света в этом темном царстве. Он водолей, кстати говоря. Чего ты хочешь? Может, ты хочешь беременную женщину с двумя детьми? Что я люблю? Судя по всему, ничего. Ну, означает ли это, что я стану первым и единственным, что он будет любить? Так, чего я боюсь? Увидеть таракана он боится. Ну, отлично, значит, ты будешь убираться у нас в доме. Раз ты так боишься тараканов, то на тебе вся уборка будет в нашем доме. Логично. Ты чего боишься? Ты должен это предотвращать. Уборка? У меня с этим все в порядке. Я же сказала, он будет отвечать за уборку в нашем доме. Ну все, блин, это золото, а не мужчина. Карен. Карен, наверное, умеет замечательно жарить шашлыки. Делать коры ягненка. Не знаю, почему у меня такие ассоциации. О, столики-то есть. Блин, сюда бы Карена. Слушай, Карен. А ты, может, нам это, сосисонов нажаришь? Она просто носила с собой эти сосиски в кармане. Почему бы и нет? Да ты пока дойдешь, сейчас помрешь от голода. Слушай, давай ты уже где-нибудь остановишься и поешь. Ну, конечно, надо на всех же принести. Не надо подавать, ты что, дурная? Какое ждать порции? Возьми. Ждать порции она собралась. Тут нет официан... Возьми, сейчас разберут все хот-доги. Теперь она полгода будет идти до столика, за которым она поест. Боже мой, в этом все симы. Это тот чувак, который, я не знаю, миллиардер, не миллиардер, непонятно. Дай пройти. О, и она никогда не сядет поесть, походу. Пока она дойдет до столика, она 300 раз откинется. Оскар Петренко. Ничего себе, Оскар. Ты знаком с Леонардо Ди Капрёв? Просто ешь. У нее рассеянность внимания, как у пятилетнего ребенка. Господи. Ой, все, понятно, она хочет спать. Проблемы появляются одна за одной. Ну и едь домой. Так одна и останешься. О, две ведьмы нашли общий язык, кажется. Капец, мы Нину ждем, серьезно. Я ее еще с собой домой притащу. Там не дома, а проходной двор просто. Няня живет, поселилась. Нина сейчас поселится. Кого еще притащим в наш дом? Дону Лотарио давайте притащим. Они там с Ниной Оргию какую-нибудь устроят в нашем доме. Давайте, почему бы и нет. С детьми прям, все вместе. Вызвать дезинсектора? А что, у нас тараканы? А почему, у нас где-то тараканы есть? Разве? По-моему, все идеально чисто. Ну, подумаешь, бутылка лежит, воняет и что? Ну, подумаешь, унитаз протек. Ну и что? Ну, это так, мелочи. Так, Дон, Дон. Не надо, Дон. Не включай... Блин. Так, надо выгнать их. Надо их выгнать. Они не дадут ей поспать. Слушайте, давайте вы массаж будете делать друг другу где-нибудь в другом месте. Я не хочу на это смотреть. Да блин, господи, да делай ты хоть одно действие. Я понимаю, что ты хочешь спать, но... Не получится спать, пока здесь весь этот сброд. Нет, получится, окей. Я ухожу. Нужно ладить кое-какие дела. Увидимся, наконец-то. Ты Дона с собой заберешь, я надеюсь? Капец. Дон пришел, поржал. Мальчик такой, ради приличия. Странный какой-то чел. А-а-а, ему не подойти к кровати, что ли? Вот блин. Почему Нина не забрала своего хахаля с собой? Почему он остался тут? Сыт в наш унитаз, который и так сломан. Он завонял. Почему вонючий Дон Лотари уходит по нашему дому и не уходит? Я ухожу. Ну, наконец-то. Завонял весь наш дом. Доломал наш унитаз и уходит. Ну, конечно. Кажется, она впала в ком. Она не собирается просыпаться. Я надеюсь, из ее детей все-таки получится что-то путное. Потому что из нее навряд ли. Физиологию. Вдруг он доктором захочет стать. Будет изучать физиологию. Только вырос пацан, в первый класс пойдет, а уже физиологию изучает. Вот это вундеркин. То вы говорите заморыш. Кстати, если вы захотите какой-нибудь летсплей в подобном формате по Sims 4 или по Sims 3, то пишите в комментариях, я постараюсь сделать. Ну, как уминает свиные, ты отбивные. Себе, конечно, вкусненькое сделала. И все равно не наелась. Вот это она ненасытная женщина. Свиные отбивные с печеньем. О, заходят на ура. Наверное. Капец, маленький ребенок чистит ванну. В то время как мать смотрит кино. Помощник в доме растет. Какой молодец, малыш. Взял, все убрал, все чисто, все сверкает. Ну, унитаз только он починить не может, к сожалению. Просто посмотрите на одного, единственного, адекватного члена этой семьи. Он, кстати, к армии готов. Он весь в зеленом защитном костюме. Счастливый, беззаботный человек лежит, кинцо смотрит. Где дети? Что с ними? Как они? Тсс, плевать. Если я не буду выполнять домашние задания, меня исключат из школы. А начальник говорит, что если я продолжу учебу, то не смогу рассчитывать на полную занятость. Ну, так мы и на полный рабочий день-то и не устраивались так-то. Работай, парнишка. Ну, выгонят тебя из школы и выгонят. У нас вот, Бо, Надежда. Пока только на него. Ты у нас просто как рабочий человек. Никто не ждет от тебя отличных оценок. Уже никто не ждет. Ну, ладно, 76 за эту халупу вполне себе. Недурно, немного. Мальчик сейчас покушает. И можно пригласить, наверное, на свиданку Каренчика, правильно? Где он еще найдет такую прекрасную, великолепную женщину, как Брэнди? Да где угодно, наверное. И гораздо лучше, чем Брэнди. Но он-то об этом не знает. Кто такой? Максин Жульен, ты что? Вот Жульен, а. Что я тебе сделала, Жульен? Я еще ничего не успела тебе сделать. Ну, теперь ты у меня на примете, Жульен. Я тебя запомнила, понятно? Конечно, общественный участок решил. В такой срач наш домашний тебя тащить. Навряд ли ты захочешь каких-либо отношений. Отлично, увидимся и не опаздывает. Да не опоздала. Так, некому сидеть с ребенком. Давайте опять Владислава или Владлена, как там ее зовут? Пусть приходит. Где же провести романтическое свидание? Может быть, в ресторан? Нам нужен рестик, который изысканный. Типа, ла-ля, фа-фа, тужур, бомжур. Вот это вот все. Можно нам вот этот рестик туда и поедем. Что, знаете, на моем сроке беременности нужно больше отдыхать. На этот раз я предпочитаю остаться... Ты дура? Там Карен нас ждет, ты дура? Тут внезапно она вспомнила о том, что она мать. Ну и останешься ты одна с тремя детьми. И ты будешь этому счастлива? Ну и на кой няне тогда пришла? Мы деньги будем на няню тратить. Беременная женщина говорит, ей больше надо отдыхать, сама стоит. Стоит, смотрит телек. Окей. Это ее проблемы. Хотя мы можем купить ей типа диванчик небольшой. Она же думает, что у нее сын-то старше работает, зарабатывает, все дела. Что-то компьютер не сильно быстро повышает досуг. Тебе нужно выехать на общественный участок как можно скорее. Карен уже ждет. Да я знаю Каренчика. Причуды беременных? Я что могу с этим сделать? Карен, она не хочет. Ладно, родит. И потом будет ездить по свиданкам только так. О! Рожает. Поэтому она в рестик не поехала. Боится, что родит. Бедный малыш станет свидетелем этих ужасных родов. Ребята, она рожает. Вызывайте скорую. Катсцены великолепные пошли. Проблем станет в два раза больше. В три. Их же трое теперь. Мальчик. Блин, одни пацаны. Ну всех надо как бы в этот... В армию отправлять. Как еще? Как мы его назовем? Извините меня, но я ничего не могу с собой поделать. Я правда хочу называть пацана Картошка. Нет, ладно, ладно. Картошка слишком очевидна. Давайте назовем его Потатус. Вообще Потейтос? Ну неважно. Будет Потатус. Просто, знаете, это пацан Картошка. А я положу его, да и все. Так, Брэнди еще три выходных, чтобы следить за новорожденным. Ну ладно. Я тебя уже два часа жду. Это просто свинство своей страны. Не звони мне. Блин, ну Брэнди, мы Карена упустили. Ну ты дура. Она ему потом все объяснит. Скажет, ну извини, я рожала. Вообще Рода, наверное, уважительная причина, чтобы не идти на свидание. Я правильно понимаю? Она родила и может начинать новую жизнь. Сменим ей имидж. Сделаем из нее роковую красотку. Вполне себе симпатичненько. И надо сменить ей прическу, макияжик, все дела. Так непривычно эти пиксельные прически. Ну, все, что смогла. Красотка ее, конечно, не назовешь. Но это ее проблема, она такой родилась. Ну, издалека, если закрыть сначала один глаз, потом второй, нормально. Няня, боже мой, какая великолепная женщина. Она приготовила ребятам еду. Не, в этой семье все-таки более или менее все адекватные, кроме матери. Как хочешь, ты не ляжешь спать, пока не доделаешь домашку. Она покормила малыша, боже мой. Нет, все-таки у этой няни есть какое-то образование няня в ское. Она понимает все-таки иногда, что хотят дети. Не всегда, но иногда. Ладно, мелкий, иди поспи немножко, раз ты хочешь поспать. Но потом ты должен доделать домашку. Иначе мы так не попадем в списки лучших, ну. Карен! Карен, ты что затеял? Ты что, нас ненавидишь теперь, Карен? Карен украл нашу газету! Карен, это низко и подло с твоей стороны. Не пришла она к нему на свидание, он скорее спер их газету. Узнал, где они живут и спер газету. Какие отвратительные мужчины в этом городе. Чуть что, сразу мстить. Что-то телик вообще досуг не поднимает. Как его поднять-то? Хоть что-то может поднять досуг в этой семье? Или они настолько печальны, что в их жизни нет места радости? Опять туалет сломался? Ты же его чинил! Рукожоп, ты его не починил? Неудачник. Карен, ну это уж совсем слишком! Вы видали, Карен там мимо проходил? И он уронил нам бак мусорный, потому что его кто-то поднимал, а теперь он снова уронен. Няня, подними бак, ты все равно мимо идешь, ну. Ладно, ты тоже поспи. Окей, окей, уговорил. Уговорил, иди спать, иди. Что вы чуть-чуть, что сразу в обмороке падаете, а? Понятно, да, Стину не встать, потому что здесь упал Бонн. Ну, что поделать, окей. Ну и долго он будет лежать? Почитает советы родителям, серьезно? Нет, она будет читать книгу «Счастливая жизнь». Какие советы родителей? Это для слабаков, она и так справится. И пацан... А мать сидит, читает книжки про счастливую жизнь. Когда тут один ребенок уснул на полу, второй прямо за компуктером. А еще у нас тут воняет все. Тараканы скоро заведутся. Благодаря Карену, здравствуйте. Которого ты продинамила из-за родов. Нашла тоже мне причину. Все ужасно, лужи везде, срач в этом доме. А она читает книжки про счастливую жизнь. Брэнди, о! Стойте, нам давали три дня отгула. Картинка счастливой семьи. Отличное воспитание. Отличный присмотр за детьми. Ей серьезная работа надо? Отправиться на работу. Она не пойдет? Ей сказали три дня выходных, она не пойдет. А с чего она должна идти? Чувак, доделай домашку. Вот, ты чуть-чуть досуг поднял, доделай домашку, пожалуйста. Да в смысле не хочешь заниматься в другой раз? Ты хочешь, как твой брат, да быть неудачником? Понятно, все. А этот мальчик, он умер вообще там или как? Карен! Карен, перестань! Он снова стырил нашу газету. Нам только принесли свежую газету, он ее стырил. Карен, хватит! Тут мухи летают. А, кстати, в Sims 2 можно умереть от этих мух, если их очень много будет. Они сожрут Сима. Ты успеешь, ты сможешь, ты успеешь. Да ну нет! Дурачье, ааа! 92 процента, чувак! 8 процентов ты не мог доделать! Серьезно? А что со вторым? А он отправиться в школу не хочет? А что с ним? Может, пульс потрогать? Может, он откинулся? Эй, проснулся. Ну, все, сегодня он школу прогулял. А дома больше нечего есть. Будет вылизывать. А что поделать? Раз есть остатки, будет вылизывать. Вылежит тарелку и съест порцию протухшего. А что поделать? Мать, о них не заботится. Это не я, это не я. Это игра. Вот, вот они такие. Чего ты орешь, скажи мне? Ну вот, и наелся протухшим. В прошлый раз протухшее съел, и с ним ничего не было. Все нормально. Новые счета? Серьезно? Блин, уже тараканы развелись. Ну, что такое, а? Дон получает плохие оценки. И начальник решил, что такой работник, как Дастин, фирме не нужен. Дастин теряет работу. Сегодня Брэнди берет отгул, осталось два. Ребята, кажется, мы в помойке. У него оценки единица. А его реально могут выгнать из школы, мне интересно. Это что, за воду, за свет, за отопление? За что принесли-то, я не понимаю. Одни убытки с вами. И никакой прибыли. Ну, хоть от тараканов им павили. Ну, хватит ныть. Ну, что ты такой нытик и неудачник, а? Алло, алло. Эй, Брэнди Бо... Няня, вы почему приглашаете к телефону моего малого? Что-то какой-то пепели попахивает, разве нет? Да его не и дома нет, он в школе. Я хочу позвонить Карену и попробовать наладить с ним отношения. Поболтаем. Здравствуйте, это не Карен, это автоответчик. Сейчас никого нет дома, так что перезвоните попозже, всего хорошего. Ну да, Карен ходит газетами и ворует. Карен! Конечно, Карен не дома, потому что Карен ходит и думает, как бы опрокинуть наш мусорный бак и стырить нашу газету. Карену не до этого, действительно. Давай бросай телефон, у нас есть шанс догнать Карена. Догоняй его. Не будем с ним ссориться, мы поняли, что Карен опасный человек, он может и убить нас где-нибудь в темном переулке. Мог бы ко мне народы прийти, там бы и поболтали, было бы свидание такое интересное. Вроде нормально, вроде оттаял. Карен, ну вообще-то из-за тебя у нас были тараканы, так себе, так поступать, конечно, не по-мужски. Ну ладно, я тебя понимаю. Настолько смешно было. Так, мы можем ему польстить, мы можем намекнуть ему на чувства, между прочим. Представить Дастину зачем? Мне плевать на мнение моих детей о моих ухажёрах, что за бред. А матери книжка-то про счастливую жизнь помогла. Смотрите-ка, смогла наладить отношения с этим негодненьким Каренчиком, а? Нет, рано. Это почему это? Я должна перед ним постоянно извиняться, Каренчик? А ты не слишком много хочешь, а? Ты делай домашку, а? Надоел. Надоел страдать. Не хочу этим заниматься. Так, предложить что? Остаться на ночь. Парень, аж кошмар, а няне приснился. Неудивительно, потому что она ему звонит. Да что ты не хочешь-то, эй? Да какие у тебя проблемы? Опять перед тобой извиняться, Карен? Мне надоело. Завтра Пататас будет отмечать день рождения. О, картошка завтра подрастёт. Станет такой. Из маленькой картофелинки. Здоровым таким полноценным картофелем. Ну ладно, ещё не совсем здоровым и полноценным, но уже не таким зелёным. Карен, ты такой проблемный, господи. Раз уж здесь Карен, надо что-то приготовить на всех. Ой, ничего себе, сколько всего она умеет готовить. Ягодный пирог, слоёный торт, чизкейк. Ёпрос, это ей захотелось. Почему он до сих пор нас ненавидит-то? За что? Эй! Ой, Игорь модник, здорово. Так, надо пригласить к столу гостей. Каренчик! Чизкейк готов! Даже детям, возможно, перепадёт что-то. Так уж и быть при Каренчике сделаем вид, что мы такие любящие матери, что пипец. Ну вообще, Карена, видимо, не смущает, что тут срач и куча детей. Всё, ок, его всё устраивает. Вот телевизор и канал Мир Детства хорошо повышают досуг. Всё остальное вообще не работает, странно. Бонки поменять ему нужно. Какой-то проблемный ребёнок, картошка. Так, всё, у тебя хорошее настроение, пошёл делать уроки. Я ничего не знаю. Пока не сделаешь уроки, спать не ляжешь, понял? Сейчас ты пойдёшь, что это тебе какая-то польза-то в этом доме. Не должно быть этой пользы, видимо. А он опять уснул, стоя. Ну и спи, ладно. Так, всё, одну доделал. Господи, золото, молодец. Ну да, все последние деньги уйдут на телек. А что поделать? Это нужно, чтобы досуг повышать. Не ходить постоянно в мамкину комнату, чтобы пацанов был свой телек. Мать, завтра ты идёшь на работу? Я ничего не знаю. Точнее, уже сегодня. Дастину, видимо, нравится спать в неожиданных позах и в неожиданных местах. Окей, это его дело мы не осуждаем. Каренчик немного мутный тип. Он вроде как и не против, а вроде как и что-то... ненавидит нас. Огнём горит у него мысль о Брэнде. А там обнимает. Карен, ты такой неоднозначный персонаж. Всё, давай. Брэнди, в армию пора. Карен, иди ты знаешь, куда ты за... У тебя в твоей комнате телек, Карен. Ты зачем к детям припёрся? Карен, а ты надолго у нас вообще решил задержаться? Так, я знаю, что у меня есть и другие обязанности, но разве можно оставлять малышей в одиночестве? Всё, он, всё, он решил забить на школу. Он реально за няню решил остаться и за домработницу в этом доме. Ребёнок читает рэп, походу. Что-то там это ручками шевелит. Каре, болтать! У тебя по дому работы дофига. Давай-ка. У неё неплохая производительность труда. Всё прикидывает, что она не может. Пути-пути, Карен обнимает ребёнка. Боже мой. Кажется, он уже готов войти в нашу семью. Ничего... Ну это успех! Её повысили! Она теперь боец! Специальная подготовка сделает из тебя настоящего спецназовца. Дополнительным стимулом будет доплата за риск. Физическая форма тут очень важна, так что подкачай мышцы. Ну да, 900 долларов, но это уйдёт с пользой. Для того, чтобы она смогла работать ещё успешней. Бо повышает успеваемость. Бо молодец. Четыре с плюсом! Молодец, мальчик. Мы можем предложить ему помолвиться? Серьёзно? Погодите. Сейчас, секунду. Ну давайте на помолвке тогда закончим. Прям совсем на позитиве закончим этот выпуск. А? Карен, ты покорил моё сердце! Что скажешь, Карен? А? 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 Карен, это жестоко! В смысле нет? Карен, ты меня расстраиваешь, Карен! Ну что ж, совсем на позитиве не получилось закончить этот выпуск. Скажем спасибо Карену, который оказался крайне нелогичным молодым, ну не совсем молодым человеком. В общем, вот такой вот второй выпуск, надеюсь вам он понравился, если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх, также не забывайте оставлять свои комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжила играть в эту семью или в какую-либо другую, или вы хотите, чтобы я поиграла также в Sims 3 или в Sims 4, обо всём этом пишите в комментариях и оставляйте своё мнение по поводу данной серии, что вы думаете, как вы относитесь к тому или иному персонажу, я всё читаю, на всё отвечаю. Также не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, ещё вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм моей группы, ссылки будут вот здесь вот. У меня на сегодня всё, я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok